Всем приветульки-красотульки, с вами Леон и Лиса, йоу! Здравствуйте, ребятки, всем приветик, да! В общем, мы сегодня в первый раз, я вот лично в первый раз, это мой первый раз, я очень волнуюсь, буду открывать кейсы. Собственно, мы не стали пробовать открывать УГБ, но УГБ, но вы сами знаете, вот, и нашли тут небольшой сайтик, проверенный, что самое главное, вроде без кидала. И, значит, мы тут закинули 800 рублей, и будем пытаться что-то из этого улавливать. Ну, я почему вообще, это я легко уговорил, типа, пойти на сайты не УГБ открывать, потому что УГБ, короче, в последнее время я вот сколько не открывал, ничего не падало. А на сайтах мне в последнее время больше как-то везет, то есть я там выбил ножик, вы помните сами, у меня на стриме было такое, вот, и выбивал еще красные пушки и тому подобное, вот. И плюс еще, УГБ кейс открыть стоит 160 с лишним рублей, на сайтах сейчас почти везде по 99 рублей кейсы открываются, вот. Так что мы решили пойти вот на этот вот сайтик, и у меня уже чешутся руки, я вообще, я просто очень азартный на самом деле, когда я открываю кейсики или еще что-то подобное делаю. А я сам по себе человек, насколько вы можете знать, везучий. Кстати, вот на этом сайте я не понял, тут вот когда заходишь, нажми на кейс на какой-нибудь просто, вот просто нажми, но не открывай. Вот, тут показывается, что из него падает. Да, вот показываю. Я вот в последнее время охотился за юспом или за тычковыми ножами, они мне очень нравятся, импонируют, так вот очень прикольные они. А я лично оружие подбираю по красоте, вот мне нравится вот-вот, допустим, вот эти вот ножи такие, они красивые, да, значит. А еще нравится вот этот вот нож тоже красивый. То есть по цвету, по стилю, по дизайну, вот так вот ориентируюсь, я очень, ну, нехорошо ориентируюсь по ценевой политике, поэтому вот лист будет у меня, если что, говорить, хорошая это пушка или плохая. Да, и я не знаю, как на этом сайте, но обычно еще на сайтах, когда открываешь, там пишут, короче, типа цену твоего предмета, то есть когда он выпадает, там пишут. Так что, если что, ты будешь знать сразу, сколько он стоит, если тут, конечно, пишут. Оратили мне в голос, да? Да, 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 да. И еще один момент я хотел сказать для подписчиков наших, для зрителей, короче, это все-таки экспериментальный больше видео, такой первый раз все-таки, да, то, что открываем кейсы и тому подобное. Короче, ребят, если вы хотите, чтобы на Левином канале или на моем канале выходили видео с открытиями кейсов, если вам это действительно интересно, то, пожалуйста, соберите максимальное количество лайков под этим видео, просто вот максимальное количество лайков, чтобы мы знали, нравятся вам такие видосы или нет. Много просили, поэтому вот решили все-таки попробовать. Ну да. Так, ну что, давай уже меньше слов, больше делаем. Да, давай, давай, выбирай. Если будет выдавать все-таки цену предмета, то я предлагаю сделать небольшой такой спортивный интерес, у кого выпадет подороже. Мы будем открывать по очереди, то есть сначала открою я, потом Лиз будет говорить, что открывать следующее. Короче, в итоге получится больше, что выпало, да, ты в этом плане? Да, да, то есть у кого по деньгам выйдет больше, кто уйдет в плюс, тот и победил. Давай. Так, ну, знаешь, я предоставлю первым выбором тебе, потому что ты у нас человек как-то по стороны, поопытнее, так что давай. Ну, Wildfire кейсы мы, я думаю, вообще не будем открывать. А, кстати, я думаю, лучше открыть 8 кейсов по 4 каждому, да, и открывать их по 99. И давай все-таки, короче, shadow case откроем я вот прям третий который вот это был. Ага, прям очень, я вот прям за юз прям, знаешь. Так, ну хорошо, поехали. И, давай. И, 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 так, нажал, и ничего не происходит. А, вот поехала, поехала. поехала. Ой, волнуйся, так волнуйся. Я не хочу смотреть. Я нервничаю. Ну, 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 ну. Ну, Stone Cold, неплохо, на самом деле. Я не помню точно, сколько она стоит, но, по-моему, рублей 70-60. То есть, ну, мы не слишком окупили, но и не просрали много. Так что, то есть, такое. Хорошо. Блин, ну там ножик был. Знаешь, вот, кстати, говорят вот о таких сайтах с рулетками и тому подобное, что если, если в барабанчике проскальзывают вот эти вот ножи и тому подобное, то, ну, типа, и рядом, то значит, что у них в наличии такой товар есть. Потому что когда, если вообще не проскакивает ничего, то начинаешь задумываться о том, что, может, у них вообще этого нету и выше нету. Понятно. Так, вот ты говоришь Shadow Case, да, все-таки более-менее неплохой. Ну, тогда я, наверное, сделаю точно так же. Вообще с оригинальничал, да. Открою тоже Shadow Case и... Так, что, получается, 701 рубль остался. Поехали. Так, крутись, карусей. Он, конечно, немножко подумает как-то. Давай, погнал. Погнал. Блин, опять этот нож прокрутил. О, емко прошла. Блин, лев, какая... Ну, вот это... Это забей. Это у меня у самого такой есть. Да. Короче, это забей. Вот, у меня, кстати, я сейчас посмотрел, сколько этот Галил стоит. Короче, около 40 рублей. В зависимости от качества. От 40 до 80, короче, вот. Так, слушай, а как проверить, где у меня, получается, мне нужно открыть свой... Да, вот, пробь, нажимаешь, да, и получается, что там ссылку свою ставлю. Вот, видишь, и выдано, выдано. И вот сейчас ты можешь, типа, допустим, открыть свой Steam, и у тебя должны быть трейды висеть, вот трейды. Так, вот, предложение отмена. Сразу приходят, да, то есть все отлично. Без задержки, походу. Да, вот. Слушай, вот. О, ам, хом, ничего не там, что пишут. О, кстати, знаешь, еще можно заходить, типа, вот, в инвертарь бота, ну, обычно можно так делать, и, короче, и смотреть то, что у него есть в наличии. И из этого отталкивайся выбирать, какие кейсики открыть. Вот. Так, погоди-ка, сейчас проверяем. Вот, инвертарь друга, нажми, подожди сверху. Я принять, мне же это чешется. Я понял. Проверить, что это не обманка. Ну, нет, не обманка. Нет, раз обмен пришел, то это уже точно не обманка, понимаешь. Так, а инвентарь, вот, друга, так, дорогие повезли сообщества, Steam. Да, окей, нажимай. А, сливайся. Да, про потов так пишут. Вот, выберите инвертарь, нажимаешь CSGO. CSGO, 953 предмета у него там висит. По-моему, он не хочет показать. Ну, ладно, короче, тогда потом, если чего, посмотрим боты. По крайней мере, я понял, что это реально не кидалово, то я сомневался. И смотри, предметы быстро приходят, очень весьма. Вот. Так, открываем дальше с айтиксом. Так, ну, теперь я полностью с чувством уверенности таким. Давай, говори там. Так, ну, давай, 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 Пальчон откроем. Мой любимый. Один из моих любимых кейсов. Не из-за ножа любимая, а из-за, скорее всего, из-за ВП. И еще там прикольный калаш падает, да. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай, полетела ракета. Ну, ну, все. Ох, налого рулеточка. Сколько всякого хорошего мимо уходит. Просто все перед... О,ацкий! Да, офигеть! Повстанет пустын. Я сейчас не могу тебе точно... Иди, прими трейд, и я тебе скажу, сколько он стоит. Он точно больше тысячи стоит. О, щеть, негрит. Или в районе тысячи он точно стоит. Ну, короче, вот после полевых он стоит 1100. Именно ярлык даже на нём есть, слушай. Да-да-да. Ну-ка, и какого качества? После полевых! После полевых это 1188 рублей, братан. Серьёзно? Да, просто косарь. Ты же, по-моему, ты меня уже уделал. Мы уже в плюсе, ты понимаешь? Слушай. Ну, знаешь, что странно? Что? Этот калаш падает из другого кейса. Серьёзно? Да. Вот что странно. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Короче, получили повстанца, повстанец. Это здорово весьма. 1180. То есть, понимаешь, ты закинул в 800, и мы уже в плюсе. Тут только есть аквамариновый меч. То есть, почему нам выпал повстанец, я немножко не понимаю. Администрация уведомляет вас, что при отсутствии на момент открытия в данной категории предмета из данного кейса, мы имеем право заменить его на любой другой. Тоже категории. То есть, у них получается... Автозамена идёт. Слушай, получается, у них просто не было этого калаша в этом ящике, и они нам подкинули из другого. Слушай, а повстанец не дороже ли него стоит? Я вот просто не помню на самом деле. Сейчас я посмотрю. Так, аквамариновое месть и какого... Ну, допустим, если бы нам, допустим, выпало аквамариновое месть, и тоже, да, после полевых выпал повстанец. Да-да-да-да. Вот, если бы нам выпало аквамариновое месть после полевых, стоит она... А, ну, 1190 рублей она стоит. Ну, в принципе, такая же. В принципе, ну, то же самое, короче, там, считай, повстанец, он сколько, я говорил, стоит 100... 1188 рублей. Вот, так что, ну, да, тогда, 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 тогда справедливо, справедливо, считай. Тогда ладно, блин. Не, на самом деле, мне вот, честно, повстанец мне внешне больше нравится, потому что аквамариновое, он такой более игрушечный какой-то, а вот повстанец там прям граффити. Да, вот, если вы по внешке судите аналогично, я соглашусь с тобой. А то мы тут уже 10 раз на измену подсели, блин. Концентрируемся. Удачи, Лев. Так, ну, в принципе, это вот тот же, да, кейс Falcon, да, вот я вот так нажимаю, так. Значит, хочу что-нибудь крутое, хотя мы сейчас и так... Хочу что-нибудь крутое, просто Лев. Хочу что-нибудь красненькое, наверное, да. Нет, если ты ножик выбьешь, ты меня переплюнешь, скорее всего. Ай, там нож такой сочный проехал, и еще один сочный нож проехал, и нет Лев. Ново Рейнджер. Слушай, ты сегодня реально кто-то везучий. Почему я не везучий? Это я везучий должен быть. Что за дела вообще? Ну, ладно. Так, давай, выбираю еще один. Слушай, ну, раз мы выбили уже повстанца, в принципе, это был хороший калашик, я вот даже не знаю. Можно, блин, вот у меня есть один кейс, его любит Джон у нас, это брейкаут, он ниже должен быть. Ага, вот брейкаут, ага. А потом, короче, падает нож-бабочка. И вот если нам выпадет нож-бабочка... Нож-бабочка! Ну, опять фиолетка, смотри, супернова. Ты достал, вот честно. Я просто без шансов. Блин, так, теперь моя очередь так сразу запускаю, чтобы не томить. А ты тот же самый будешь до сих пор. Да, да, я буду, мы будем получать с по два одного этого же кейса открывать, чтобы было как-то хронологии. Ну, с шахнома это где-то... Сын габена, блин, а? Короче, сверхновая была. О, смотри, пишет, кстати, что я выбивал. То есть, вот лента новостей. А, да, вот, видишь, повстанцы выбил. Вот он показывает, ребята, что... О, кто-то только что выбил что-то еще красное, вон там, смотри, самый левый пацан. А, М4, А4. Охренеть, серьезно, паладин! Он, он стоит тысяч пять, наверное, братан. А, юсс. Хотя нет, подожди, он стоит статтрековский пять тысяч. Он, наверное, стоит... Ну, блин, он тоже косарь два стоит, я тебе вот просто отвечаю. Окей. Это одна из хороших эмок. Так, ладно. Окей, next. Концентрируемся, значит. Это у нас получается, осталось 200 рублей, осталось две попытки. Ну, давай, давай я тогда выберу. Давай, выбирай. Давай, вот, хром кейс 2. Ну, давай, открывай. У него, правда, что в нем конкретно? В нем что-нибудь хорошее есть? Нет, подожди. Так, ну, ножики есть, да, вот я открыл. Так, ну, в нем, в принципе, есть маг десятых. Ну, давай, ладно, давай, 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 так, запускаем. Все, поехали. Короче, все, нож, сто процентов, давай, просто нож. Ну, тут ножи в разы больше, смотри, они мелькают чаще даже. Ну, ну, там даже бабочка, по-моему, была. Да, бабочка была странная, весьма это, конечно, но нет. Оригами. Оригами, нега. Давай для интереса теперь я тебе кейс тоже выберу. Давай, давай. Позащищать, но главное, это последний у нас кейс получается, да? Господи, ну, блин, пустынный, мы, понимаешь, мы уже с тобой, ну, мы в плюс ушли. То есть, мы закинул 800 и мы получили... То есть, получается, в принципе, мы можем это продать и потом записать, если что, еще один ролик. Да, то есть, ну, ну, хотя, блин, повстанцы я бы не встал бы продавать у меня. Короче, открывай темный кейс. Темный. Темный. Shadow, еще раз, значит. Когда, знаешь, когда выходишь в плюс, как-то вот на подкорке, ты уже понимаешь, что, в принципе, уже... В принципе, уже нечего терять, да, но все равно, знаешь, вот я очень хочу, чтобы что-нибудь жирненькое выпало. Блин, эти ножи, они уже в который раз минимум. Смотри, смотри, смотри. Не было крусейд, он, ну, рублей 50, может, максимум, тоже опять стоит, то есть, как бы, такое, такое. Ну, блин, короче говоря, тут уже все ясно, ты у нас победил, сегодня у нас более удачливый. Вообще, в сухую можно, если честно сказать, считай, мне сколько раз выпала фиолетка. Да, без шансов. Оу, я аж немножко расстроился. Ну, ладно, у нас осталось 8 рублей, на 8 рублей мы можем пойти купить жвачки. Вот, ну, что ж, ребята... Ну, да, прими трейды просто, ну, примите. Так, ну, да, в первую очередь повстанцы принимай, повстанцы надо было первым. Ну, я по хронологии пошел. Не буду, крусейдер. Мы забрали повстанцев, слушай. Повстанцев мы забрали. А, это подписчик, кстати, кинул. Здравствуй, вот тебе... Ты ключ спалил, я ключ. Ребята, забирайте, забирайте. Подарки нет, дарьки. Повстанцы, ты, по-моему, не забирал, слушай. Я забирал, забирал, вот смотри, где-то, вот он, вот он, видишь у меня. Блин. Чешикарно. 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 Первым делом забрал. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот это вот заберем. Говорит, окей, там все говорят, что нельзя, нельзя, не доверяй. Да, это боты просто очень часто трейды проводят и тому подобное, поэтому Steam автоматом выдает им, типа, статус ненадежных. Ну, понятно, короче, нет, не показывают. Ну, не крутится. Подписчики, дорогие зрители, если вам действительно понравилось то, как мы открывали кейсы, можете писать ваши комментарии, в комментариях, допустим, можете нам написать, что вы желаете еще, чтобы мы пооткрывали кейсики, можете даже предложить, где их пооткрывать и тому подобное, вот. И лайки поставьте обязательно, и тогда мы поймем, что вам понравился этот ролик и что вы хотите еще. Эй, смотри-ка, что за фигня? Эй, смотри, вот сейчас обновляю. Увы, пишет. То есть, смотри, ответить на предложение? Да, это ты уже принял, наверное, или что-то залагало. Дорогие пользователи... Не-не-не, у тебя... А, вот, вот, все, сейвит оффа. Ну, смотри-ка, а то я тут уже, знаешь, на измену подсел. Не, это просто подлагнуло, такое бывает. Точно? Да, это везде так. Видишь, видишь, он тебе отдал. Ладно. Ну, тут, видишь, там предметы не прогрузились почему-то. А то я тут уже, знаешь, начал, думал, сейчас вот... Ой, да ладно, синьку он бы тебе там не отдал. А там, блин, пустынный этот посланец. Это же моя синенькая, я выбивал. Вот, ну и, в принципе, да, ребятки, как видите, все замечательно. Ну да, если вы захотите больше подобных роликов, то пишите комментарии. На удивление, мне понравилось. О, сверхновая прям с завода была. Да? Ни разу на сайтах прямо с завода вещи не выбивало, а тут выпало прямо с завода, офигеть. Первый блин, блин, как оказалось, не комом, да? Успешно, весьма, весьма успешно. Весьма успехно. Вот, так что на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Всем удачки. Всем тортик. Йоу.